В авиационном училище в Барнауле я много лет дал там занятия с курсантами. 470 курсантов. Да, сейчас поплошало с этим делом. Как говорите? Поплошало с этим делом. У нас же тоже здесь училище родное. Так у нас закрыли, сейчас нам институт милиции. Так вот, я же и говорю, что поплошало весьма с этим. Батюшка, а сейчас эта порошка у вас висит? Моя, конечно. Ну-ка, сфотографируем вас на панели. Как вы выглядите? Я вырежу теперь только вот в таких фуражках. Мои фуражки теперь вот такие. А они вам никакое звание не присваивали военное? Раньше военные это служащие имели звание? Ну как, я войсковой священник. А по воинствам они вам не называют в каком-то рангу? Причащитесь примерно на уровне чего-то? Войсковой священник на уровне помощника, командира бригады по работе с верующим. То есть это может быть даже при уровне звания полковника? Это официальное, ну как, это разные принципиальные вещи. Но все равно, у царя, допустим, у архиерея идет по рангу генерала. Это я уже читал раньше. Вот как вы говорите священник? Ну архиерея, он всегда по рангу генерала идет. Я про это говорю. А они же полковой священник полковой. Видимо звание все-таки у вас приравнят к чему-то. Это так, это все весьма условно и весьма никому одиноко. У него на этом уровне холебания идут мозгов. Солдат относится к человеку от той сущности, по которой он его воспринимает. Вот если говорить там глупости, гадости, босрости, то он по генералу, ахиерею, по тем, что все равно человек его воспринимает, скажем так, с отрицанием. Очень отрицательный.